Во второй день строительной выставки, проходящей в Сибири свою продукцию, технологии представили более 300 экспонентов из 20 регионов страны. Найти здесь можно абсолютно все, от корейских теплых полов до современных лифтов, выполненных по евростандартам. Например, вот такая топительная пленка HitLife корейского производства сейчас пользуется большим спросом в Японии, США, Китае и других странах. Медная шина покрыта специальным карбоновым слоем. Эта технология позволяет резать материал любой длины и под любым углом. В результате теплые полы можно уложить максимально короткие сроки. Даже с учетом механических повреждений они прослужат не менее 30 лет. Ее можно укладывать на любые поверхности, под любое покрытие. То есть идет под стяжку, можно сверху кафель, линолеум, ламинат. Наполнить стену на потолок для обогрева сидений автомобильных, для обогрева грунта. Начался строительный сезон, все строят дачи, хотят обогревать тепло. Котлы – это дорого, дрова – это тоже дорого, но пленка – это оптимальный вариант. Единственный красноярский производитель кабельно-проводниковой продукции теперь предлагает вот такой кабель негорючего типа. Его изготавливают на австрийском оборудовании «Розенталь». Производимая мощность фабрики до 100 тонн в месяц. Продукция полностью сертифицирована и отвечает всем требованиям нового российского ГОСТа. На выставке продемонстрировали различные виды выпускаемой кабельно-проводниковой продукции. Производственная компания на рынке работает полтора года. Наша цель участия в сегодняшней выставке – это поиск дистрибьюторов в лице крупных торговых компаний, а также поиск региональных партнеров в лице строительных фирм. Здесь же предлагают трубопроводную арматуру, полипропиленовые трубы и фитинги высокого качества для водоснабжения и отопления, стальные шаровые краны от крупнейших российских производителей, насосное и противопожарное оборудование в широком ассортименте. Большим спросом в последнее время пользуются полимерно-песчаные канализационные люки, которые обладают целым рядом существенных преимуществ по сравнению с чугунными аналогами. Меньшая стоимость, бесполезность для торговцев ломом, небольшой вес, значительно упрощающий монтаж люка. Начали очень хорошо и плотно заниматься пожарным оборудованием. Много видов труб, которые рассчитаны для холодной воды, для горячей воды, для отопления. Они выдерживают различную температуру, различными материалами армированы. Единственный на выставке изготовитель бетона, железобетонных изделий и растворов используют в производстве своей продукции противоморозные и пластифицирующие добавки. Они позволяют работать комфортно с материалом даже в условиях низких сибирских температур. В городе постоянно работают над повышением качества бетона, проводят эксперименты в независимых лабораториях. Мы участвовали в стройках самых крупных городов. Это такие, как реставрация, Эдельвейс, сейчас идет строительство. Участвовали в строительстве фитнес-центра «Оксилент», в строительстве луча реконструкции и многие другие. А вот эти лифты потребляют минимальное количество электроэнергии. Во время простоя и вовсе работают в так называемом спящем режиме. К тому же производитель теперь их оснастил фотоэлементами. Они не позволяют закрываться дверям, пока человек полностью не зашел в кабину. Завод изготавливает и такие инвалидные подъемники, и вот такие автопаркинги. Все лифты были сертифицированы по энергоэффективности, европейской системой, с присвоением соответствующих классов. Хочу отметить, что лифты без какой-либо дополнительной подготовки получили достаточно высокий класс. Это класс Б и класс А. Добавлю, что 20-я специализированная строительная выставка продлится в Сибири до 18 мая. За два дня ее посетили уже более 8 тысяч человек. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-5504. Сергей Кузовков, Андрей Егоров. Афонтова. Новости. Сергей Кузовков, Андрей Егоров.